Христос Воскресе! Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Андрей Морозов. Ближайший час на нашем телеканале. Первый за несколько веков визит предстоятеля Русской Церкви в Кабардино-Балкарию ознаменован освящением храма Марии Магдалины в столице республики. Литература имеет большое значение для духовной жизни человека, а потому еще в 2009 году было принято решение о создании особой церковной писательской премии. Обитель милосердия среди джунглей. Проезжая по дорогам Кении, представитель Александрийской Церкви посетил социальный приют на 300 человек. Память о победе нашего города над фашизмом не может ограничиваться одним днем. Сегодня осознание величия этого события – то, что объединяет народ. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? В День памяти святых жен Мироносец святейший патриарх Московский Евсея Руси Кирилл с первосвятительским визитом посетил Пятигорскую епархию. В городе Нальчике предстоятель Русской Церкви возглавил чин великого освящения Кафедрального собора Святой Равноапостольной Марии Магдалины и совершил в освященном соборе литургию. Подробности события в сюжете Эльвиры Гордеевой. Приезд святейшего патриарха Кирилла в столицу Кабардино-Балкарии стал первым посещением предстоятеля Русской Православной Церкви Северокавказского региона за последние несколько веков. Поэтому для православных верующих событие это действительно историческое. К приезду первой иерарха город украсили пасхального цвета информационные полотна, а все центральные республиканские газеты разместили на первых полосах материалы о визите святейшего. Цель первосвятительского визита – великое освящение в Нальчике храма во имя Святой Равноапостольной Марии Магдалены. Посвященной небесной покровительнице кабардинской княжны Марии Темрюковны, царице российской, чей союз с царем Иоанном Грозным ознаменовал вхождение Кабарды в Россию, храм это стал общенациональной святыней, символом единения и дружбы народов. Впервые за историю нескольких сотен веков патриарх русский посещает территорию Северокавказских республик. Мы этим событием, освящением начинаем празднование 460-летия добровольного вхождения Кабарды в состав России. Увидеть его святейшество, получить первосвятительское благословение, совершить с патриархом Кириллом соборную молитву, в Нальчик съехались православные верующие из самых дальних уголков республики. У врат храма патриарха Кирилла встречали иерархи русской православной церкви и духовенства. Православный пятикупольный соборный храм с пристроенной колокольней проектировался как самый крупный в Кабардино-Балкарии. Он рассчитан на тысячу человек и был построен за 12 лет. Выдержанный в присущем югу России в византийском стиле, собор стал настоящим украшением Нальчика и его главной архитектурной доминантой. По качанию богослужения святейшего патриарха Кирилла приветствовал архиепископ Пятигорский и черкесский феофилак, поблагодарив святейшего владыку за визит в Кабардино-Балкарию и освящение собора. Сегодня совершается событие, которое еще предстоит оценить историкам, но тем, кто живет сегодня на благословенном Кавказе, ясно и понятно. С нами наш любящий отец, который прибыл сюда с миссией мира и благословения. От лица духовенства и верующих архиепископ Феофилак преподнес его святейшеству икону собора Жон Мироносец во главе со святой Марией Магдаленой, а также попросил его святейшества благословить с этого праздничного дня начало вещания в Кабардино-Балкарии православного радио «Вера». Затем со словом приветствия обратился глава Кабардино-Балкарской республики Юрий Коков. Русская православная церковь во все времена и эпохи всегда была со своим народом, делила с ним все беды и все радости, поддерживала его и вдохновляла, скрепляла нравственную основу общественной жизни и самой российской государственности. Сегодня, как и 460 лет назад, мы говорим «Навеки с Россией». Поблагодарив за добрые слова, представитель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом. Здесь историческая традиция нашего многонационального народа. Добрые отношения, в первую очередь, православных и мусульман, но не только, а всех традиционных религий России, должны быть залогом мирной, спокойной и процветающей жизни. И я с особым чувством произношу эти слова здесь, в Нальчике, обращаясь к православным моим братьям и сестрам, которые молились в этом соборе, а также и к мусульманам, и ко всем другим братьям и сестрам. Наша сила в нашем единстве. В дар общине новоосвященного собора святейший патриарх Кирилл передал икону преподобного Серафима Саровского и пасхальное яйцо. Архиепископу Феофилакту, в благодарность за архипастерские труды на Северном Кавказе, предстоятель вручил панагею и крест, изготовленный в память тысячелетия представления святого равноапостольного великого князя Владимира. Высокие церковные награды также получили глава республики Юрий Коков и председатель парламента Татьяна Егорова. На выходе из собора святейший патриарх Кирилл совершил освящение закладных плит для еще двух храмов Пятигорской епархии. Храма Покрова Пресвятой Богородицы в городе Баксан на территории Кабардино-Балкарии и храма святого великомученика и целителя Пантелеимона в Карачаево-Черкесии. В завершении представитель Русской Церкви и глава Кабардино-Балкарской республики со ступеней собора выпустили в небо белых голубей. Святейший патриарх Кирилл возглавил торжественную церемонию избрания и награждения лауреатов Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В 2016 году было представлено более 50 заявок. Палата попечителей утвердила короткий список, в который вошли имена восьми писателей, продолжит Галина Ледвина. Патриаршая литературная премия учреждена Священным Синодом. В этом году она вручалась в шестой раз. Среди номинантов люди, известные в литературном сообществе. Главный критерий, по которому писатели номинируются, их вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей. Открывая торжественную церемонию, Святейший Патриарх обратился к собравшимся с первосвятительским словом. Говорят об упадке русской литературы, об отсутствии ярких имен, о понижении роли литературы как культурного фактора в жизни людей. Не соглашаюсь так, потому что имею опыт общения с теми нашими современными писателями, которые реально влияют на людей, произведения которых читают и которые вносят свой особый вклад в духовный мир и культурный мир страны. Выборы лауреатов состоялись путем тайного голосования членов Палаты попечителей, куда входят священнослужители, известные деятели культуры и писатели. Во время подсчета голосов был продемонстрирован фильм, посвященный творческому пути каждого из номинантов. Протокол счетной комиссии огласил святейший патриарх Кирилл. В 2016 году лауреатами премии стали писатели Борис Тарасов, Борис Якимов и Ерей Николай Блохин. Предстоятель русской церкви вручил каждому лауреату диплом и знаки патриаршей литературной премии. Смею надеяться, что в дальнейшей работе я сумею оправдать эту оценку. Русская художественная литература в те времена, когда церковь была растоптана и не могла говорить, то в это время русская литература брала на себя и этот труд, который должны были сказать духовные пастыри. Сейчас пришло другое время. И я рад, и я прошу у нашей церкви помочь сейчас современной русской художественной литературе. Все скорби, которые на вас нападают, это есть Божий подарок. И когда вот начинаешь это понимать, это есть твое прирождение. Оно плохое обычно. Мы бегаем от этого прирождения. Ой, родные мои, как не хотелось бы не идти в тюрьму. И именно там я получил все, что сейчас имею. Борис Тарасов знаком читателям, как автор биографии Паскаля и Чаодаева. Борис Якимов представляет созвездие писателей-деревенщиков. Отец Николай Блохин духовный подвижник, в советские годы пострадавший за веру. В этот вечер грамоты и памятные подарки святейший патриарх Кирилл вручил номинантам премии и поздравил всех со свершившимся событием. Я хотел бы пожелать вам, дорогие писатели, помощи Божией в вашем непростом деле. Чтобы всегда у вас хватало силы глаголом вжечь сердца людей. Чтобы всегда хватало мужества видеть правду и если нужно бороться за правду. В завершении состоялся праздничный концерт, участие в котором приняли хор по дворе Влаамского монастыря и Ермана Фоти, Сергей Борзов и другие. Продолжается визит патриарха Александрийского и всей Африки Феодора II в Кению. На днях блаженнейший владыка посетил социальный приют для детей-сирот. О путешествии православной миссии и о том, как удалось создать этот центр для мальчиков и девочек, оставшихся без родительской любви и поддержки, наш следующий сюжет. На первый взгляд может показаться, что жизнь африканского народа легка и беззаботна. Лето почти круглый год, первозданная природа и отсутствие промышленных загрязнений. Молодостные песни и танцы не от беспечной жизни. Просто люди здесь очень открытые, добрые и гостеприимные. Встреча блаженнейшего патриарха в приютах для детей по традиции проходят очень шумно и весело. Голубые стены здания напоминают лазурное небо Кении. Но когда-то эти детишки спали действительно практически под открытым небом. Когда мы первый раз пришли сюда, мы нашли здесь два очень-очень старых здания, где дети спали по четверо, по пятеро. Здесь не было никаких условий для жизни. Некоторые из них умерли. Потому мы решили построить новое здание. Один домик для девочек и один для мальчиков, и одну столовую, и кухню, и здание, где есть душ. Марина Шакола организатор и главный благотворитель этого приюта. Здесь проживают около 300 мальчиков и девочек, которые сейчас не только одеты, обуты и накормлены, но самое главное, они могут получить медицинскую помощь и образование, которое для жителей африканского континента становится возможностью выбраться из тяжелейшей нищеты и взработицы. Приходя сюда, они получают здесь начальное образование, среднее образование в интернате и затем могут поступить в колледж. Мы очень гордимся тем, что в этом году у нас четверо детей окончили среднюю школу с отличными оценками и сейчас пытаются поступить в университет. Дети улицы бедных кварталов когда-то страдали от недоедания, их могли обидеть или заставить заниматься чем-то противозаконным, но теперь ребята одеты в школьную форму и с Божьей помощью и поддержкой таких людей, как Марина, будут двигаться вперед. Здесь, я думаю, они живут в гармонии с природой, в любви и мы очень рады, что не просто даем им кусок хлеба, чтобы прожить сегодня. На молитвенную память блаженнейший ПТА Феодор II подарил Марине и Куме и Георгия Тобедоносца и, конечно, помолился вместе с ребятами и сотрудниками приюта, местными жителями, которые благодаря этому социальному проекту нашли работу. И может быть в больших масштабах африканского континента проблема беспризорности и безработицы пока остается очень острой, но здесь, глядя на радостные лица детей и взрослых, понимаешь, что решить ее можно, ведь для Бога нет ничего невозможного. Во время визитов в Кению предстоятеля Александрийской церкви Феодора II состоялась закладка нового православного храма и монастыря на территории Восточно-африканского государства. Подробнее об этом расскажут наши корреспонденты. Густые тропические леса неотъемлемая часть Кении и именно здесь будет строиться церковь в честь святого Нектария Эгинского. Вместе с предстоятелем Александрийской церкви Патриархом Феодором II здесь молятся о благополучном начале строительства. Фундамент храма блаженнейший Патриарх заложил медальон с изображением святителя Нектария митрополита Пентапольского. Этот святой особо почитается в Греции. По молитвам к нему не раз происходили знамения Божьей милости. Теперь на африканском континенте угодник Божий будет незримо пребывать. А в Кисуму, главном городе на западе Кении планируется построить целый монастырь. Обитель будет посвящена святому Антониу Великому, подвижнику и пустыннику, основателю отшельнического монашества. Здесь, 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 сами же красивые места для монастырей. Здесь будет молитва. Здесь будут люди жить спокойно. Здесь будет молебен для Иисуса Христа. Слава тебе, Христа Божия, убывание наше, слава тебе. Благодарим союз, потому что много народу будут смотреть. И мы ничего не хотим. Только молитва, любовь, на честь. Спасибо вам большое. Христос воскресе! Общаясь с местными жителями, ПТАЖ делится с ними пасхальной радостью. А для маленьких детей у него всегда есть сладкие подарки. И, конечно, главная цель приезда это совместная молитва. Место расположения монастыря поражает своей красотой. Это вершина горы, с которой открывается незабываемый вид на равнины Западной Кении с одной стороны и неприступные гряды гор с другой. Здесь будут жить много монахов, как Сергий Пашан, как преподобие Ио Пацаевский. Скоро будет монастыр, много будет. Здесь земля африканская страна, где есть. Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата отметил свой 70-летний юбилей. В праздничный день Божественную Литургию в Свято-Троицком Соборе Данилового Монастыря совершил председатель Синодального отдела митрополит Волоколамский Иларион. Торжества продолжились благодарственным молебном, который возглавил прибывший в обитель Святейший Патриарх Кирилл. В Троицком Соборе в день празднования 70-й годовщины отдела внешних церковных связей предстоятель Русской Церкви и сон архипастерей, которые в свое время были председателями и заместителями председателя Синодального учреждения, совершили благодарственный молебен, вознося молитвы о его сегодняшних сотрудниках. Благодарение твоему благоутроемию о твоих благодеяниях о рамках твоих всех дружниках отдела внешних церковных связей Церкви Нашей Духи. Для Святейшего Патриарха как одного из председателей Синодального отдела этот праздник особый. Он 20 лет руководил этим учреждением. Сам Вона, обращаясь к архипастерям, высоким гостям и паломникам, Святейший говорил об истории отдела, созданного в 1946 году, его деятельности в советское время, значимости его миссии. Целью же этой работы всегда было укрепление позиции Церкви в стране, в непростых исторических условиях, когда официальной идеологией государства был атеизм и борьба с религией. И отдел внешних церковных связей, устанавливая отношения с общественными организациями, с государственными учреждениями, был призван максимально, насколько это возможно, защищать Церковь. По случаю юбилея состоялся торжественный акт с участием делегатов поместных и инославных церквей, традиционных для России религий, иерархов русской церкви, священства, дикламатов и послов, представителей государственной власти и общественных организаций. Открывая заседание, Святейший Патриарх говорил о задачах синодального учреждения сегодня. О работе отдела на современном этапе подробно остановился митрополит Иларион. В своем докладе он подчеркнул. Для отдела всегда было важно созидать и поддерживать тесную связь со всем организмом церкви, не замыкаясь в рамках своего аппарата. Сегодня отдел трудится над теми задачами, которые ставят перед ним Архиерейский собор, Священный Синод и Святейший Патриарх. Так было всегда, так будет и впредь. Хотел бы подчеркнуть, у отдела внешних церковных связей нет никакой собственной повестки дня, которая отличалась бы от повестки дня всей церкви. С юбилеем от имени президента страны поздравил присутствующих Сергей Иванов. В письме глава государства отметил, что создание отдела открыло новые возможности для плодотворной миротворческой просветительской работы церкви. Лично от себя руководитель администрации президента Сергей Иванов добавил. Почти два десятилетия отделом руководили вы, ваше святейшество. И многое сделали для развития его многогранной деятельности, укрепления отношений с поместными православными церквами, представителями христианских и иных традиционных религий. Особой вехой в работе отдела я считаю его активное и созидательное участие в восстановлении единства московского патриархата и русской зарубежной церкви. Сергей Иванов вручил государственные награды Российской Федерации заместителем председателя отдела внешних церковных связей протеерею Николаю Балашову и архимадриту Филарету Булетову, а также протодиатому Владимиру Назаркину. Новоучрежденную медаль отдела внешних церковных связей в честь святого Марка Ефесского с удостоверением номер один получил святейший патриарх. За номером два бывший руководитель синодального отдела митрополит Ювеналий. В Москве представили уникальные книги об истории русского Афона. Это 15 томов 25-томной серии русский Афон 19-20-х веков и уникальный фотоальбом светопись русского на Афоне Свято-Пантелеимон монастыря. Презентация энциклобедической серии одной из первых мероприятий в столице, которая открывает празднование крупной юбилейной даты этого года тысячелетия присутствия русского монашества на Святой горе Афон. В столичном музее русской иконы общественности было представлено 15 первых уже опубликованных томов энциклопедического издания. Русский Афон 19-20-го веков это грандиозный не имеющий аналогов издательский проект Пантелеимон монастыря. Главная цель русской обители на Афоне познакомить читателей с русским святогорским наследием несправедливо забытым на родине в годы атеистических гонений на веру. Несколько томов посвящены жизнеописанию наших монахов которые жили за последние 200 лет в нашем монастыре. Следующие три тома посвящены истории монастыря тысячелетней истории монастыря. Потом есть группа томов посвященных каталогам нашего монастыря каталогам рукописей библиотеки архива лумизматических годных собраний. Принято считать что афонское наследие имеет лишь греческие корни однако на самом деле в его духовной сокровищнице славянское и в частности русское наследие всегда играло очень важную роль. На презентации митрополит Калужский Боровский Климент подчеркнул что на протяжении многих веков также решающую роль это наследие играло в формировании самобытной русской православной духовности и культуры. Афон в то время стал формированием у наших предков духовный настрой жизни. Еще при князе Владимире туда уже поехали первые искатели духовных путей жизни. Киево-Печерская лавра стала первым местом где зажглась лампада огонек для которого привезли сахар духовный лампад и потом мы знаем в течение всей истории Руси Россия Русской Церкви подвижники ехали на Святую Гору Афон. На презентации был представлен фотоальбом светопись русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря содержащей фотографии снятые монахами-обители с 1850 по 1950 годы. Они напечатаны с недавно обнаруженных в монастыре старинных стеклянных негативов. В хронологическом порядке представлены сохранившиеся с 19 века архивные снимки насильников. Всего в фотоальбоме 500 изображений, которые никто никогда не видел. Фото публикуется в их нынешнем виде. Естественно были почищены грязь, пальцы, отпечатки пальцев, глазки, еще что-то такое, то, что прилипает к фотографиям, но состояние фотографии было передано. Во-вторых, в этой книге было второй раз нами применена совместимая печать, черно-белая печать с серебром. Мы попытались отнести, передать ощущение тех серебряных пластин, у которых вообще первые фотографы печатали. Электронная версия книжной серии «Русский Афон 19-20 веков» находится в свободном доступе в интернете на портале «Русский Афон» в разделе «Библиотека». Печатные издания серии можно будет приобрести в самой Пантелеймоновской обители на Святой горе Афон и на подворье монастыря в Москве. В Ленинградской области одно из самых памятных мест носит название «Невский Пятачок». Здесь была предпринята первая попытка прорыва блокады Ленинграда. Плацдарм стал одним из символов мужества, героизма и самопожертвования советских воинов. В память о погибших здесь православные воздвигли часовню во имя Александра Невского. На освещение побывала наша съемочная группа. Часовня установлена на месте самых кровопролитных боев. Ежедневно защитники Плацдарма отражали по 12-16 атак противника. За сутки на них обрушивалось до 50 тысяч снарядов и авиабомб. Для тысяч солдат и офицеров Невский Пятачок стал братской могилой. На этом месте проходила самая интенсивная линия боевого соприкосновения во время блокады. Три года наши бойцы пытались взять место, где находится это часовня. Три года. Сейчас иконы обращены на то болото, где лежат тысячи, я даже не побоюсь, десятки тысяч наших солдат и офицеров, которые пытались захватить это место. в конце концов они его захватили. Но к сожалению их уже не поднять, они фактически растворились. И вот то, что мы хотя бы можем сделать, это вот таким образом почтить их память. Для возведения часовни приехали поисковики не только из Петербурга, но и из Пскова и даже Новосибирска. Огромную помощь оказали и местные жители. Они носили воду, приносили цветы, помогали в уборке территорий. Работа поисковиков не бросается в глаза, но переоценить их труд невозможно. Это не первая часовня, которая ставится при нашем самом активном участии и содействии. Это четвертая часовня за последние четыре года. Мне кажется, что возведение часовни является одним из элементов восстановления духовности России, русского и всех других народов, которые защищали Ленинград. Чин освящения провел благочинный Кировского округа настоятель храма Александра Невского протеерей Вячеслав Харинов. Это непоказная вера, это непоказная благочесть, непоказная религиозность. И то, что в такой религиозной форме мы видим памятник, только говорит о том, что люди соотносят с нашим прошлым, с церковью, с вечной памятью, которая она возглашает, память свою. Светская история с церковной вдруг начинает совпадать. Церковь и государство оказываются неотделимы друг от друга. Они сливаются в истории. И вот для меня, как священника, конечно, это очень дорого. Это не заказ, это не что-то, что делается по специально подготовленному проекту. Это не контролируется церковью. Более того, и партияльное управление наше еще не знает об этом знаке. Я еще буду только постфактум сообщать, что еще один знак поставили наши поисковики. И вот это, пожалуй, самое дорогое в сегодняшнем событии. Строительство таких часовен говорит о глубинных корнях русского православия, о настоящей вере, о настоящей памяти. В Краснодаре торжественно богослужением и гуляниями отметили праздник Жен Мироносец. О приходском празднике Рождественского храма в сюжете наших коллег. Краснодарский храм во имя Рождества Христова был заложен в конце 90-х годов с нижним пределом во имя святых Жен Мироносец. С тех пор свой престольный день приход отмечают всегда с любовью. Так и в этом году. После божественной литургии совершили крестный ход вокруг храма. Много пришло жителей юбилейного микрорайона, но много прибыло из других районов Краснодара. День же выдался не по весеннему жаркий. По завершении службы настоятель храма отец Александр Игнатов поздравил всех прихожанок с православным женским праздником. А после добрых слов особо активные прихожанки были награждены им почетными грамотами за усердное служение на приходе во славу Божьей. Не забыл отец Александр и о всех прибывших сегодня на молитву в Рождественский храм в представительницах прекрасного пола. Каждый из присутствующих был вручен небольшой подарок. Женам блокноты с получениями в семейной жизни, младенцам и отроковицам красочные открытки, посвященные женскому дню. По завершении торжественной части все присутствующие вышли в церковный двор. Благо, по милости Божией, он немал собой в размерах. Здесь уже резвились дети. Желающие из малышей катались на казачьих упряжках. Взрослое население подтянулось к столам на праздничную трапезу. По совершении молитвы все отведали куличей и пирогов, запивая все ароматным травяным чаем. Явление образа Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша» в конце XIX века положило начало особому почитанию этой дивной иконы. 20 лет назад по инициативе общины православных трезвенников Санкт-Петербурга был освящен первый в России храм, названный в честь этого чудотворного образа. На днях домовая церковь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» при заводе АТИ в Северной столице отметила свой престольный праздник. На торжестве побывала наша съемочная группа, рассказывает Валентина Пас. Икона Божией Матери «Неупиваемая чаша» известна с 1878 года и почитается в Русской Церкви как чудотворная. Первоначально явленный образ был утерян в середине XX века, позже бесследно исчезли и все ее известные списки, а в 1996 году были вновь воссозданы. Один из них находится в этом домовом храме. Икон церквей во имя Кожи Божией Матери «Неупиваемая чаша» уже не сосчитать. Я вел когда-то их было пять, потом десять, теперь даже не знаю сколько уже по всей необъятной Руси. Но мы присутствуем в первом храме, который и сегодня празднуем престольный праздник. У нас очень много тоже людей, как обычно. Пришли люди поклониться этой иконе, помолиться у нее. Дорогие братья и сестры, мы знаем, что икона эта явленная в конце 19 века особенно помогает людям, страдающим от недуга пьянства. К сожалению, этот недуг, который сильно распространен в нашем народе, губит многих людей, уже уносит жизни и до сих пор, к сожалению, калечит судьбы семей, наших соотечественников. Пресвятая Дева Мария иконой своей через свою икону защищает и ограждает нас. Праздничную литургию в престольный день возглавил настоятель храма Митрофорный Протеерей Иоанн Миронов. Вместе со старейшим священнослужителем епархии молились сотни прихожан церкви, благодарили Царицу Небесную за ее милость и неизменную помощь в исцелении от пагубных зависимостей. Владычице Помоги на ней милосердно отшися погибаем от множества прегрешений не отвратить твои рабочие тябо единую надежду имену. Самое страшное возлюбленное когда начнется страшный суд для Матери Божией начнется вторая Голгоха как она будет скорбеть за грешников она будет умолять сына за каждого кавящего грешника чтоб Господь простил и ввел в Царство Небесное. Специально к празднику вознести молитвы перед чудотворным образом Небесной заступницей из Иерусалима прибыла Матушка Георгия. Меня прям вот тянет именно вот сюда именно здесь особое какое-то благодатное святое место вот эта душа чувствует очень чувствует душа вот и потом батюшка такой я его уже сколько знаю сколько лет уже знаю отца и люблю как прям как родного отца люблю его и уважаю и молю чтобы Господь еще дай Бог продлил его дни жизни всем вам в утешение и подкрепление духовное потому что он очень молитвенник подвижник такой помоги ему Господи вам тоже всех с праздником с великим радостным и я благодарю Господа при честью Матери чтобы она меня вот опять сподобила здесь побыть в церкви в честь иконы неупиваемая чаша регулярно проходит богослужение в помощь тем кто желает освободиться от греховных страстей с 1997 года при храме действует православный клуб бодрствования во имя святого мученика Ванифатия где под руководством священнослужителей проводятся консультации психологов и врачей по самым скромным подсчетам за несколько лет благодаря трезвеннической работе прихода от пьянства освободились более тысячи человек Московский Патриарший мост украсили фотографии знаменитых храмов здесь открылась фотовыставка православные храмы взгляд сквозь время в экспозицию вошли около 50 фотографий на ней представлены работы как фотографов любителей так и настоящих профессионалов своего дела организаторами выставки выступили открытый музей современной фотографии и движение Русь православная около 60 фотографий большого формата работы трех поколений лучших отечественных пейзажных фотографов средствами художественной фотографии на выставке представляют не только красоту архитектурное и эстетическое великолепие православных святынь но удивительную гармонию с которой они вписаны в окружающий пейзаж образуя единое целое с природой формируя неповторимый образ России гордишься что это русская земля наша все это конечно впечатляет очень и красивые фотографии места красивые красивая наша страна мы увидели очень красивые фотографии такие атмосферные все в разном стиле при разном свете мы ищем кижи в которых были собственно вот я нашла и колязин в котором еще не были те кто глубоко верит они в любом случае это воспримут как место паломничества а те кто интересуется архитектурой историей они увидят красивые действительно здания живописные места и захотят туда отправиться путешествовать впоследствии вот этих вот настроений этих видов всех куда не сможешь попасть поехать не на всего человека хватает времени и тому подобное здесь можно ознакомиться со своей страной ближе ну кроме того что это еще святые места все на снимках можно увидеть церкви из всех уголков России от Крыма до Сибири и Камчатки в погоне за уникальным кадром фотографам приходилось совершать смелые поступки они поднимались на дельтаплане на высоту 500 метров до места съемки могли идти двое суток на лыжах терпение и настойчивость и вот уже зрителю представлен Ипатьевский монастырь на закате я приезжал туда три дня подряд для того чтобы случился тот закат который я хотел снять вот и в конце концов на третий день ну солнышко как вы видите было там где нужно и я получил большое удовольствие что удалось фотографии посетители могут не только увидеть фотографии но и получают доступ к дополнительным фото, видео, аудио и текстовым материалам посредством киар-кодов а также могут совершить виртуальные 3D путешествия по святым местам то что сегодня есть возможность для москвичей прийти сюда на этот мост посмотреть вместе полюбоваться тем более со счет современных информационных технологий через шифрограмму можно скачать для себя на электронное устройство всю выставку со звуком с музыкой с сопровождением это конечно великолепно большинство те кто посмотрят залезет в интернет прочитают историю каждого храма каждого монастыря какие люди стояли это наши исторические корни это принципиально очень важно чтобы мы постоянно окунались в эти святые источники цель проекта состоит в привлечении внимания широкой зрительской аудитории к архитектурному и культурно-историческому наследию нашей страны к традиционным духовным ценностям русского народа живым воплощением и средоточием которых являются русские православные храмы задача этой выставки связь времен воссоздать воссоединить вернуть сердца отцов детям моя надежда на то что люди увидев эту красоту пройдут несколько метров и в храме Христа Спасителя смогут вступить уже в молитвенное общение с теми кто эту красоту вымаливал а там ведь находится мощи удивительного человека многих святых в том числе удивительного человека святителя Филарета Московского бесплатная выставка фотографий храмов России в необычных ракурсах открыта для всех желающих она расположена в пешеходной зоне города и оснащена подсветкой так что увидеть фотоработы можно и в темное время суток продлится фото выставка до 20 июня на этом обзор событий церковной жизни завершен на предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря начинается четвертая неделя по Пасхе неделя у расслабленном сегодня церковь чтит память перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мирликийских в бар в понедельник состоится день памяти святаго апостола Симона Зилота во вторник мы почтим память равнопостольных первоучителей и первосвятителей славенских братьев Кирилла и Мефодия а также отметим день тезоименитства святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в среду церковь будет праздновать переполовение пятидесятницы и память священномученика Ермогена патриарха Московского и всея России чудотворца а в субботу совершится память благоверного царевича Дмитрия Угличского и Московского о том как отметит русская церковь грядущие торжества мы расскажем уже на следующей неделе всего вам доброго до свидания Субтитры создавал DimaTorzok